Учитесь никому ничего не рассказывать, когда у вас все хорошо. Джордж Бернард Шоу. Точно. Я из тех людей, оптимистов, которые прожили более 70 лет, всегда всем доволен. Был беден до 40 лет, я был доволен. Я не считал себя бедным. У меня была квартира. Я взял, посчитал, сколько она стоила бы какому-нибудь барыге. И посчитал, что есть, я жене подарил на свадьбу бриллиантовое кольцо. Хотя сам остался без штанов. Но подарил, потому что мне пришлось поехать в Тбилиси. И там я не должен был выглядеть бедным человеком. Кольцо помогла мне купить мама. В нем в бриллианте был изъян. Черное пятнышко. Но оно было очень красивое в виде розы. Конечно, сегодня у моей жены совсем другие бриллианты. И это кольцо, она, наверное, давно выбросила или куда-то делала. Я такие вещи никуда не выбрасываю. Моя мама подарила мне перед смертью свое обручальное кольцо. Большое золотое. И я его всегда храню. Оно мой ангел-хранитель. Да, такие вещи нельзя выбрасывать. Но это ее дело. Я не об этом. Я о том, что когда однажды мне выдался шанс работать преподавателем в школе милиции, я уже защитил диссертацию, уже был успешным следователем по важнейшим делам. Вот все данные у меня были для того, чтобы преподавать милиционерам. Не брать взятки, как сегодня это делается во всех юридических вузах постсоветских стран, в том числе и в школах милиции. Там взятки берут преподаватели. Ну и можно себе представить, какими выходят оттуда будущие прокуроры и судьи. Да. Тогда такого не было. Но за мной пустили слежку. А вы знаете, что в советское время 8 из 10, это по данным Германии, демократической тогда советской, 8 из 10 человек были стукачами. КГБ упорно не выдает сейчас этой информации, якобы потому, чтобы люди не подрались, писали все друг на друга. Кого-то поймали на том, что он жене изменял, заставляли его стучать, другого еще на чем-то. Но стукачей было полно. Особенно их много было полно в писательской среде, в среде интеллигенции. Так вот, случилось так, что найти ничего не могли. А взятку, которую нужно было дать, и все милиционеры это прекрасно знали, в отделе кадров этого великого учебного заведения, огромная школа милиции у нас в центре города Киева, я не давал, то эта женщина, я ее заметил. Надо было написать, чтобы ее выгнали, потому что если только разоблачается агентура, то сразу ее выгоняют. Ну ладно, зачем мне это? Она зашла к соседям, которые жили со мной ряд, музыканты. Я забыл их фамилии. Всегда я с соседями был в хороших отношениях. Вечно я занимал 20 копеек на молоко для детей. Уже скоро было 40 лет, а я все еще был бедным человеком. Да, ну не бедным. Денег не хватало. Их всегда не хватает, но тогда на еду не хватало. Вот так было. И они взяли и сказали, что моя жена вся в бриллиантах. А у нас обои. 8 лет мы жили на Березняках. Это очень дешевый район в Киеве, кто не знает. Обои висели, потому что новые я не мог купить, у меня не было денег. И вместо люстры висела лампочка. Большая такая. Она хорошо светила. И в результате в отдел кадров лег донос о том, что мы живем непосредственно. А я же прокурор. Как может жена быть вся в бриллиантах? А какие бриллианты? У нее были сережки от отца ее. И мое кольцо. И больше у нее ничего не было. И они прекрасно знали. Они бывали у нас дома. Их сын взяточником стал. Хорошо хоть не посадили. Вот же негодяй. Но яблоко от яблони далеко не катится. Вот так это мудро. Так что, когда у вас хорошо, вы говорите об этом маме, папе, детям говорите. Ну, одному хоть не больше. Самому близкому человеку. Всем остальным все не так. Иначе вы будете проклятые. Потому что люди устроены простые и нелюбимые Богом. У них в душе нет любви. Они устроены так. Они завидуют. Они вас за это возненавидят.